Здравствуйте, друзья! С вами Роман Фатт, и сегодня я хочу поговорить на тему личных отношений. И на тему того, как наши недоброжелатели могут навредить нам, какие действия могут быть сделаны, и как это в дальнейшем сказывается непосредственно на наших личных отношениях. Понятно, что все мы живем неидеальную жизнь, и идеальных отношений, опять же, не бывает. И часто в семье происходят какие-то конфликтные ситуации, происходят какие-то ссоры, и люди так или иначе высказывают какое-то собственное недовольство. И это абсолютно нормально. Но если мы, опять же, берем ситуации, когда идет постоянное повторение конфликтов, каких-то скандалов, когда люди начинают друг к другу проявлять, опять же, какую-то агрессию и так далее, это уже может свидетельствовать о том, что кто-то этому способствует, и, допустим, делает такое действие, как приворот. Это классическое действие, которое делается для того, чтобы, допустим, увезти мужа из семьи. То есть, когда появляется какая-то соперница, начинает делать действие, чтобы разрушить семью и заполучить человека себе. Такое действие, оно приводит к тому, что мужчина становится достаточно агрессивным, мужчина становится безучастным касаемо каких-то семейных дел, каких-то семейных мероприятий и так далее. У человека становится стеклянный взгляд, ему сложно вообще находиться в семье, и его постоянно тянет к тому объекту, который как раз на него работает, который делает на него приворот. Это классическое проявление приворота. Если мы говорим, допустим, о таком понятии, как венец безбрачия, такое тоже достаточно часто в моей практике встречается. Это то действие, которое делается, чтобы женщина, девушка не могла полноценно выйти замуж. То есть, у нее либо нет отношений вообще, либо отношения крайне короткие. Даже, возможно, будет и какой-то официальный брак, который не просуществует больше, чем полгода, год. И в итоге все отношения не заканчиваются, не дойдя до какого-то, скажем так, логического, позитивного завершения. Также я могу сказать, что есть, допустим, такое действие, как рассорка. Рассорка очень часто делается либо, допустим, свекровями, либо, к примеру, тоже я в практике достаточно часто встречаюсь с такими случаями, делает, допустим, сестра мужа на то, чтобы в семье не складывались отношения, потому что, ну, как у некоторых женщин присутствует такое вот чувство собственности. И они начинают вот просто из принципа вредить этими действиями там семье. Что будет с жизнью человека, если вот это подобное негативное влияние не убирать? Вы знаете, на самом деле каждый для себя решает сам, нужно ему это убирать или не нужно. Но как практик я могу сказать, что если не происходит какое-то вмешательство, не корректируется человеческая энергетика, не восстанавливается именно судьба человека, то есть его удача в личной жизни и все остальное, эти негативные действия, допустим, такие действия, как венец безбрачий, такое же действие, как приворот и так далее, они сами по себе, они не проходят, они имеют достаточно тяжелые и серьезные последствия. И как практик я могу сказать, что такие действия все-таки желательно убирать. Если обряд проводится правильно, проводится грамотно тем или иным специалистам, то жизнь человека, личная жизнь человека, она в корне меняется, и дальше все становится так, как оно должно было изначально быть у человека по судьбе. Чтобы с личной жизнью не было проблем, важно чистить энергетику от негатива. Если у вас есть воздействие, другим людям будет некомфортно с вами. И вам тяжело будет создать крепкие отношения. Запишитесь на мой бесплатный вебинар «Трехшаговая чистка энергетики от негатива на семи уровнях», на котором вы избавитесь от сглаза и негативных воздействий и восстановите энергетику. Он состоится совсем скоро. Ссылка на запись в описании к видео. Желаю вам удачи. С вами был Роман Фат. Субтитры создавал DimaTorzok